Всем доброе утро. Подскажите, пожалуйста, Ашан в Оушне работает или нет? Спасибо. Так, я уже в Ашане, ребят, сейчас будет большой обзор. Но вообще, хотела с вами посоветоваться. Какой выбрать изюм? Понимаете, такой вот светлый. Или такой чуть потемнее, если вообще синий. Какой? Для пасточек. Кстати, продолжаю тему ножей. Я покупала такой в Ашане, вот точно такой же у нас, где-то полгода назад. Если бы Антон не начал им бить кокос и его тут не согнуло на кончике, отвечаю, это был бы самый лучший нож в моей жизни. Цена очень доступная. Если не знаете, какой взять, берите этот. Видно, конечно, плохо, но вот там вот, видите, вообще все-все-все в какой-то дымке. Учитывая того, что горел Чернобыль, что по радиационному фону, ребят? Кто шарит? Думаю, так вот уже получше видно. Там вообще еле-еле. Стремно как-то. Не знаю, как вы, но мы с Антоном просто так построили Чернобыль. Вообще не верим во все вот эти вот официальные данные. Что-то тоже людей обманывали, правильно? Нет никакого случая, над дозиметром. От этому году просто хана. Если в это воскресенье Иисус реально не воскреснет, нам жопа! Хорошо, конечно, что все хорошо, но у меня теперь такое настроение пересмотреть Чернобыль. Ой, право еще не поднимается от ботокса. Что хотела сказать? Кто подключил СВИТВ, по-моему, промокоды? Он там есть, полный сезон. Кто со мной? Боже мой, эти уши я просто не могу. Скажи, Антон похож на лемура, ну или, короче, какого-то такого экзотического от звереныша. Ну все, иди своей дорогой, сталкер, правильно? Меченый! Короче, мы начали готовить паски, и Антон там сейчас сбивает. Боже мой, Антон, ну и поза! Сбивает белки, а нам уже приехала еда. Я так уже сильно хочу кушать. Нужно дождаться Антона. Так, наконец-то, долгожданное время ужина, начата обеда, я уже не знаю. Но главное, чтобы его заслужили. Я заслужила, а ты нет. Я заслужила тоже, потому что вообще-то моя была идея приготовить паски. А ты просто был моими руками. А стоит ли говорить о том, что Низя сушит о самом вкусном суши на всей планете? Влада, кстати, вот эти вот с печеным лососем, запеченым лососем, мы заказали по твоей рекомендации. Посмотрите, очень вкусный, правда. Сверху типа сыр, такая вкусняшка. Я решила, что покажу вам свой топ роллов от Низя суши, который, если вы попробуете, вам понравится всем 100%, потому что они реально самые вкусные. Оставляю их здесь. И очень удобно, если заказывать через приложение на телефоне, я постоянно там делаю, раз удобнее, чем на сайте. Дыши, дыши, дыши. Ай, больно. Дыши, дыши, дыши. Я тут просто лопну. Тушиться не надо, просто дыши, просто дыши. Я просто лопну. Лежала-лежала, начала убирать нарядную маску. Ну просто понимаете, когда ты сидишь на карантине и вообще никуда не выходишь, а тут такой повод. И не важно, что мы будем сидеть дома, я должна выглядеть красиво, правильно? Ну, это еще не полный лук, если что. Так нравится эта блузочка, такая женственная. Рукава, фонарики, такая сеточка нежная, вырез актуальный квадратом. Заказывала вот это в магазине, и вообще на такой пункт стоит, там что-то 550 гривен или что-то такое, ну вообще халява. Кстати, если вы перейдете к ним аккаунт, вы удивитесь, насколько у них большой ассортимент сумок по такие совершенно цены. Я даже не знаю до сих пор, что есть такие цены. Может, это потому, что это новый магазин, или у них, не знаю, такая политика ценообразования. Кстати, а двух дней еще и бесплатная доставка, так что берите мне заметку. Я не знаю, что пошло не так, но оно не поднялось. Оно какое было, такое и осталось. Я не знаю, что делать, выкидывать. Жалко, конечно, капец. Не знаю, когда подевались и маски, которые делают меня красивой. Может, что, приняли наконец-таки закон в Инстаграме, который удалил все маски, меняющие лицо. Вообще, неважно. Что хочу сказать, воняет на улице, гарю ее, ребят. Откуда это, интересно? Короче, я решила отвлечься, пойти сделать тканевую маску, потому что давно уже не делала что-то. И тут я вспомнила, почему я давно ее не делала. Потому что я, блядь, ненавижу. Это не бьюти-процедура, это просто пытка времен Инквизиции. Как это вообще можно выдержать? Во-первых, на какое это нахрен лицо, если оно мне уже на волосы залезло? Дальше. Что вот это у нас такое? Где это должно быть? То есть, насколько я понимаю, это должно быть вот так, правильно? Это дырочка для рта. Для какого нахрен рта чьего? Я просто не понимаю. Или это должно быть тут на подбородке? А зачем это тут все оставлять? Господи, при всем при этом она такая мокрая, холодная, неприятная. Как это вообще можно выдержать? И если она не сделает меня красивой, то я, конечно, ничего не сделаю. Написано, что эту маску нужно держать 15-20 минут. Я только полчаса расправляла ее на лице. Это считается или нет? Маска уже подвесит? Можно. Не красивая? Очень. Спасибо. 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 Продолжение следует...